Всем привет! Вы на АРУ-ТВ. Я Артём Остапенко, это программа «Эксперты» и на связи с нами сегодня Леонид Радзиховский. В последнее время мы наблюдаем рост протестов на местах по всяким мелким локальным поводам. Как, на ваш взгляд, этот протест влияет сегодня на внутрироссийскую жизнь? Потому что есть ощущение, что протест стал таким, что ли, хорошим тоном. Протест на местах, протест в регионах по каким-то локальным поводам. Это как-то меняет внутрироссийскую повестку? Воздействует ли это на власть? Создает ли ей какой-то дискомфорт, побуждает ее прислушиваться к людям? Вот именно локальные протесты в России. Дело не в самих по себе локальных протестах. Дело в нескольких вещах. Первое. Уровень жизни по всей России продолжает снижаться. И никаких способов его хотя бы задержать нет. Он продолжает сползать вниз. Первое. Второе. Степень раздражения людей против несправедливой власти продолжает увеличиваться. Это выливается конкретно в протест, прежде всего, против Единой России, вплоть до того, что сейчас вот идут выборы в России, и кандидаты от Единой России идут вообще не от партии, а от себя. То есть правящая партия, правящая партия, сама себя вычеркивает из списков на выборы. Это означает ее признание в своей полной моральной капитуляции, в своей полной моральной несостоятельности. Но главное не это. Главное третий фактор. А третий фактор заключается в том, что в 2024 году России предстоит колоссальная политическая перезагрузка. Я по-прежнему считаю, что Путин уйдет, но даже если принять противоположную точку зрения, что он, несмотря ни на что, останется, это означало бы переделку Конституции. Фактически тихий государственный переворот. Это вызовет в такой ситуации, как сейчас колоссальное недовольство людей, мягко говоря, недовольство. Колоссальное недовольство власти предстоит решить самую трудную задачу из всех, какие у нее были с 1999 года. И, как всегда, эту самую сложную задачу предстоит решать ослабленной власти, непопулярной власти. Самое трудное. Сочетание этих факторов может иметь для власти совершенно фатальное значение. Я думаю, что именно поэтому, учитывая сочетание этих факторов, Путин и уйдет. Сил ломать Конституцию у него не будет. А вот достанет ли у него сил протащить преемника и хотя бы на первых порах сохранить действующую власть, это большой вопрос. Но если продолжит уровень жизни падать еще ведь целых пять лет, то там вообще у власти может не остаться серьезных пространств для маневров? Все будет вызывать раздражение? Да. Но тут проблема заключается вот в чем. Как бы ни падал уровень жизни и как бы ни падал уровень доверия к власти, для того, чтобы оппозиция могла осуществить какие-то действия, не просто бурчать, не просто фронтировать в интернете и на радио Москвы, а совершить какие-то действия, оппозиции нужна легитимная точка опоры. Ну вот сейчас ничтожный коммунальный выбор в Москве. Всегда ничтожный, говорить не о чем. Но это обычно. А сейчас они совершенно не ничтожные. Если в московской городской доме будет хотя бы крохотная оппозиционная фракция, совершенно беспомощная в обычных условиях и ненужная в обычных условиях, то в ситуации резкого обострения внутри политической обстановки, она как раз и может оказаться той соломинкой, которая сломает хребет верблюда. Поэтому сейчас у власти ситуация довольно сложная. Идет оползень власти. Пока что он идет очень медленно, по краям, почти незаметно. Но это всегда так. Любой оползень, он ускоряется со временем. Чем ближе к обрыву, тем быстрее это движение. Сейчас их задача, их власть, не допустить ни в городскую думу, ни в Москву, ни тем более в 21-м году в государственную думу, ни одного оппозиционера. Пусть рейтинг власти стремится к нулю, пусть уровень жизни падает, но в оппозиции не должно быть ни единой легитимной зацепки для того, чтобы попытаться бороться с властью. Не болтать, не брюзжать, а бороться. Для этого нужна легитимная опора. Потому что движение людей без легитимной опоры, но вот как в 1905 году рабочие красные пресни без всякой легитимной опоры, до река достроили. Такие номера не прокатывают. Сейчас не то время. Но если эта легитимная опора будет, то в ситуации перезагрузки власти, уходит ли Путин и назначает ли преемник, пытается ли Путин сломать через колено Конституцию, в любом случае в ситуации перезагрузки власти, еще раз повторяю, это, понимаете, есть песок с песочницей, а есть песок, которым вам в глаза бросили. Это два разных песка. Оппозиция несколько лет назад, это был песок с песочницей. Оппозиция сейчас может оказаться той горстью песка, которая полетит прямо в глаз власти. Совершенно разная оппозиция. А может ее наоборот стоит пустить, чтобы успокоить ту часть электората, который недоволен отсутствием, ну то, что они как не представлены во власти, и наоборот власти будет комфортнее так? Нет, власти так ни в коем случае не будет комфортнее, потому что оппозиция будет только расширяться. Аппетит приходит во время еды. При ситуации слабеющей, падающей власти оппозиция будет наступать, а власть будет отступать. И отступать, еще раз подчеркиваю, от легитимной оппозиции. Депутата городской думы просто так не свинтишь, просто так в тюрьму не посадишь. Тем более, что в ситуации около невласти сама полиция совершенно не стремится быть в первых рядах. Неизвестно, как дело дальше повернется, и подставлять свою шею никто не стремится. Одно дело, когда власть всеобъемлющая, всемогущая, тут можно делать все, что угодно. Совсем другое дело, когда все чувствуют, что власть сегодня она власть, а завтра неизвестно что. Поэтому в такой ситуации полиция против легитимной части власти будет очень осторожной выступать. До какого времени или до какого предела они смогут вот так вот зажимать оппозицию, там постоянно сажать Навального на 10 дней, какие-то такие мягкие методы сдерживания использовать? Дойдет же когда-то край какой-то, в какой-то форме он придет этому, им надо будет либо-либо, либо идти на жесткий сценарий, либо допускать их на новые позиции? Ну, формально рубеж очевиден, это 2024 год. А фактически, трудно сказать, как это дело обернется, но во всяком случае, власти в России предстоит капитальная перезагрузка. Это просто календарь. Это уже не чья-то воля, это просто календарь. В 2021 году новые выборы в Думу при абсолютно рухнувшем рейтинге «Единой России» в 2024 году или Путин должен ввести фактически открытую диктатуру, то есть повозгласить себя пожизненным президентом, президентом без ограничения срок, или он должен уйти. Способа извернуться тут нет. Ситуации, когда твоя популярность падает, а раздражение против тебя растет, это сложнейший акробатический номер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова